Депутаты Единой России поддержали выдвижение Путина на новый президентский срок, как прошел съезд партии. Азербайджанские и турецкие яйца должны стабилизировать цену яиц российских. Когда и почему ждать понижения? В Барнауле после мороза возобновили строительство елки и скульптур на Сахарова, где еще появится снежный городок. В Новый год на ополках российских магазинов должны появиться куриные яйца из Турции, ввезенные без импортной пошлины. Эти поставки должны скорректировать цену на продукт внутри страны, так полагает министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. И это будут не единственные иностранные яйца, которые увидят россияне этой зимой. Еще быстрее, чем турецкие, должны завести азербайджанские. Географию поставок расширили после того, как проблему резкого подорожания яиц озвучили во время прямой линии Владимира Путина. В Алтайском крае и вовсе столкнулись с пустыми полками. В ноябре этот продукт стоил на 15% больше, чем в октябре и на 36% больше, чем в январе. Такие данные предоставил Росстат. Тогда президент назвал причиной этому сбой в работе правительства. Меры последовали незамедлительно. С 1 января по 30 июня следующего года импортные куриные яйца будут освобождены от пошлины. Из-за границы намерены ввести 1,2 млрд штук. Минсельхозе рассчитывают на понижение цен на яйца в течение месяца. Добавим, что в Алтайском крае яйца производят четыре птицефабрики. По итогам года их общий объем составит больше миллиарда штук, что на 29 млн больше, чем годом ранее. В выдвижении Владимира Путина на новый президентский срок поддержали депутаты Единой России. Это был один из ключевых вопросов, который обсуждали во время 21-го съезда партии в Москве. Какие еще темы поднимали представители главной политической силы страны и что изменил этот съезд, расскажет наша съемочная группа. 21-й съезд партии Единая Россия – ежегодное мероприятие, в рамках которого главная политическая сила страны представляет планы развития государства. Их обозначил Владимир Путин. Поддержка участников СВО и их семей, создание проектов и конкурсов для помощи талантам, продвижение механизмов местного самоуправления и народовластия, развитие экономической, социальной и культурной сфер. А в 2024 году, посвященном семье, новые форматы поддержки материнства, детства и наставничества. Всегда, при всей разнице взглядов, все ответственные политические силы должны помнить, что для нас главное. А это судьба, интересы России, счастья, надежды, мечты наших детей. В своем выступлении президент подчеркнул, каких итогов удалось достичь за два десятка лет работы Единой России и какие задачи стоят перед страной сейчас. Решение вопросов обеспечения безопасности, суверенитета и дальнейшего развития нашей страны – это главные вопросы, которые стоят на повестке дня. И решение сегодняшних задач будет ставить перед нами все новые и новые. На это президент обратил особое внимание. На съезде отметили тот большой путь, который прошла наша страна с момента начала руководства страны Владимира Владимировича и на сегодняшний день. И, конечно же, эти векторы необходимо продолжить. Председатель Единой России Дмитрий Медведев обозначил важность консолидации представителей партии и всего общества перед выборами главы государства. Единогласным решением депутаты поддержали выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок. Мы находимся на историческом рубеже, мир перестраивается, растет пункбулентность геополитических процессов. И именно в этот момент, как никогда раньше, нам была политическая воля главы государства. На политическом ландшафте России вижу лишь одного человека, который может ясно видеть цель преодолевать внутреннее и внешнее сопротивление, проявлять настойчивость. Это действующий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Владимир Путин будет баллотироваться на должность президента как самовыдвиженец. Еще один итог съезда – ротация состава высшего и Генерального совета в партии. В состав последнего вошел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. В Барнауле малыш получил ожог руки во время шоу мыльных пузырей. Ситуацию вмешались прокуратура и следственный комитет. Инцидент произошел на представлении в одном из развлекательных центров. Оно проходило в темной комнате, которую освещал металлогалогенный прожектор. Именно до него дотронулся ребенок. По словам мамы, средств против ожогов в местной аптечке не оказалось. Ребенку вызвали скорую. Врачи диагностировали ожог четырех пальцев. Теперь прокуратура Алтайского края проверит развлекательный центр на предмет правильности оказания услуг детям. К другой теме. Наконец, после аномальных морозов возобновилась подготовка краевой столицы к Новому году. Главная городская елка будет стоять традиционно на площади Сахарова, которая уже перекрыта для автомобильного движения. Кстати, в прошлом году от традиции пришлось отказаться. Площадь не перекрывали, так как дорожная обстановка в городе и так была осложнена ремонтом моста на новом рынке. Сегодня на площади продолжается установка ели. К каркасу начали крепить искусственные хвойные ветки. По периметру площади развернулась стройка снежного городка. Для него уже привезли ледяные и бетонные блоки. Рабочие смонтируют восемь перетяжек через проспект социалистический. Украшать ледяные фигуры и стены городка будут подсветкой, а на перекрестке Ленина Молодежной установят цветовой фонтан. Уже запланировано и торжественное открытие елки. 29 декабря в 17.00 на Сахарова состоится театрализованное представление «Царевна-лебедь». Вторая точка для новогодних гуляний готовится на улице Малотобольской. Там елку еще только начали устанавливать. Планируют оформить и прогулочные зоны гирляндами, светящимися елочками и елочными игрушками. Для гостей предусмотрели парковку на внутренней территории рынка «Старый базар» со стороны Социалистического проспекта. Представители десятков разных национальностей собрались сегодня в Барнауле. Они стали участниками краевого этнокультурного форума «Алта-территория традиций». Его программа включала в себя несколько разноплановых мероприятий. Но, пожалуй, к самым зрелищным можно отнести мастер-классы народных ремесленников и дефиле традиционной одежды малых народов Алтая. Подробнее об этом далее. Ну а сейчас мы споем фишку нашего Красногорского района. Не посвященному в культуру северных алтайцев обывателю и не догадаться, что в забавно звучащей на слух песни о колокуке восхваляется трубочка. Этот предмет был неизменным атрибутом кумандинцев, самого малочисленного сегодня из коренных народов Алтая. Трубочка нас сопровождала всю жизнь. И в тяжелых условиях, и в добром здравии. Мы всегда обращались к трубочке. Сейчас, конечно, у нас никто не курит, но вот эта вот память о трубочке осталась. Язык, фольклор, обряды, все, что представляет самобытную культуру, это и других национальностей и призваны сохранить такие встречи, как сегодня, когда в одном месте десятки народностей. Так было на Алтае и прежде. И именно за это наш регион прозвали плавильным котлом народов. И мы должны, в принципе, сохранить хотя бы то, что нам еще досталось. А досталось, к сожалению, очень мало. Но пытаемся. Самобытность любого народа, говорят организаторы, в первую очередь определяет национальная одежда, особенно праздничная. Такую к этнофоруму воссоздавали по специальным музейным образцам. К примеру, на изготовление праздничного наряда телеутов, южных алтайцев, ушло полгода. Сначала подбирали подходящие ткани, затем воссоздавали традиционный крой. Платье имеет название кунек. Украшается воротником из контрастного драпа, расшитого золотом. То есть там мало того, что такая вот твердая прокладочка, еще поверх него накладываются вот эти вот бляшки из бересты, и все это расшивается золотом. Это тоже имело свой смысл. То есть это символизировало с собой монетки золотые, а значит достаток и богатство для владельцев. Этот наряд – лишь один из десятка уникальных этнографических костюмов, которые представили сегодня в дефиле. Представляем вашему вниманию праздничные комплексы одежды украинских с парабрянцем начала 20-го века. Этнофорум вызвал большой интерес у участников мероприятия. Они сошлись во мнении, что такие перекрестки культур нужно устраивать как можно чаще, ведь они помогают народам сблизиться. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. В молодежном театре Алтая состоялась новогодняя премьера. Бременские музыканты. История, любимая детьми и взрослыми. Главной особенность именно этой постановки – стилистика 70-х годов и известные по мультфильму песни в рок-обработке. Наша съемочная группа побывала на финальной репетиции перед премьерой, чтобы узнать все подробности. История любви и дружбы, в которой встречаются бродячие музыканты, прекрасная принцесса, королевская свита и разбойники. Весь спектакль – один захватывающий рок-концерт. Во время которого разыгрывается комедия в духе великих классиков. Это как Шекспира ставить. Бременские музыканты – это Шекспир в детском варианте. То есть это материал мечты. То есть это, можно сказать, когда он тебе достается, это как лотерейный билет крупный на большой выигрыш. Работа крупная, говорит режиссер. При том, что мюзикл небольшой – два акта по 40 минут. Большое внимание уделили подготовке костюмов, стилистике 70-х годов, а также постановке танцев. Движения тоже соответствуют времени. Для новогодних праздников театр выбрал сюжет, который отзывается в сердцах всех поколений. Особенно громко звучит тема отцов и детей. Избалованная принцесса влюбляется в бродягу и сбегает из дворца подальше от докучливых фрейлин. Для самых маленьких тем, мне кажется, это будет очень классно, интересно. Мне понравились танцы, мне понравились шутки, мне нравятся костюмы. Зрелищно. Мюзикл уже идет на сцене МТА. Режиссеры «Актерская труппа» уверены, спектакль будет влюблять в себя. Убедиться в этом лично могут все желающие до 7 января. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толка. А далее к новостям спорта. Более 200 участников собрал турнир по греко-римской борьбе в Барнауле, посвященный Герою России Вячеславу Токареву. Какой подвиг он совершил, обо всем расскажет Данил Кузнецов. Я всех хочу поздравить с началом нашего традиционного турнира в памяти Героя России, пограничника Вячеслава Токарева. Соревнования по греко-римской борьбе в честь пограничника Вячеслава Токарева в Барнауле проводят уже в 14-й раз. Его героизм при обороне границы России от таджикских боевиков летом 1994-го в этот раз собралось почтить более 200 спортсменов. Спорт он очень любил. Очень любил, занимался многим. И парашютным спортом у нас тогда не было. Из Барнаула с Арекловой прилетали в зональное. Он между экзаменами ездил на зональной, на попутной машине, чтобы только прыжков совершить какие-то. Чтобы не проводить двойные соревнования среди юношей, было принято решение совместить турнир с отборочными. Участники борются за попадание в команду региона. Поэтому на коврах только алтайские спортсмены. Когда соревнования являются отборочными, для многих наших тренеров Алтайского края это более значимые соревнования, это не просто проходящие. Если они здесь не выступают и не попадают в сборную, соответственно, они в дальнейшем не отбираются на дальнейшие соревнования в составе сборной команды нашего региона. Задача эта непростая. В регионе более двух тысяч борцов. Их число выросло почти на четверть всего лишь за два года. Связано это со стремительным открытием секций в районах и городах края. Однако они, конечно, пока не дотягивают до уровня школы Олимпийского резерва, куда мечтает попасть каждый борец. Здесь другой уровень ковра. То есть тут другие маты, другая покрышка. Ощущается намного лучше, потому что это новее все, весь инвентарь. Звук. Тут намного лучше колонки и другая аппаратура. А атмосфера просто другая, потому что зал намного больше. В этом году все соревнования по греко-римской борьбе в крае окончены. Однако дальнейшую подготовку никто не отменял. Тем более у спортсменов будет напряженное начало года в связи с многочисленными первенствами страны по разным возрастам. Первая из них стартует уже в январе в Московской области. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. А на этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в социальных сетях. А телефон нашей редакции 205-545. Подробнее о погоде узнаем через несколько секунд. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...